Добрый день! Поздравляем вас с наступившим Новым Годом и приглашаем на хоккей в Ледовый дворец спорта ЦСКА, где армейцы через несколько минут в очередном матче очередного тура чемпионата России по хоккею будут встречаться с Череповецкой Северсталью. Армейцы находятся, соответственно, на пятой позиции в турнирной таблице Северсталь на одиннадцатой. Московские армейцы выходят на лед и выстраиваются вдоль синей линии. Череповецкая Северсталь уже выехала на площадку и обе команды в традиционном ожидании исполнения гимна России, как это обычно бывает перед каждым матчем чемпионата России. Объявляется открытие! Только что главный арбитр сегодняшней встречи Вячеслав Буланов и его помощники Сергей Шелянин и Константин Оленин обменялись традиционными рукопожатиями с капитанами Сергеем Мазякиным и Андреем Коваленко. Ну и по традиции окружили полевые игроки своих вратарей для того, чтобы дать последнее напутствие перед началом этой встречи. Владимир Плющев на ваших экранах, главный тренер Череповецкой Северстали, наставник московских армейцев Вячеслав Быков. И ваши комментаторы сегодня Сергей Гемаев, заслуженный тренер России и Григорий Твалтвадзе. Добрый день, уважаемые телезрители! Итак, мы после нового встречаемся на хоккей и, надеюсь, получим удовольствие от этого матча. Хотелось бы верить, что третье число не станет какой-то преградой для хоккеистов, для того, чтобы показать классный хоккей сегодня. Вы знаете, было опасение, что будет мало зрителей, но вот я смотрю, по крайней мере, на противоположную трибуну. Вполне достаточно болельщиков, настоящих поклонников хоккея пришли сегодня на эту встречу. Ильдар Мухаммедов стоит в воротах Череповецкой Северстали, Марк Ламот остался в запасе. Второй номер Василий Турковский, Сергей Соин шестой, Юрий Александров седьмой, Юрий Трубачев пятнадцатый, Александр Шинин шестнадцатый, Алексей Булатов семнадцатый, Андрей Шефер восемнадцатый, Александр Плющев двадцать третий, Сергей Арикаев двадцать пятый, Родован Сомик двадцать шестой, Роман Малов двадцать седьмой, Сергей Пескунов тридцать третий, тридцать четвертый Игорь Григоренко, Денис Макаров тридцать седьмой, Андрей Шепеленко тридцать девятый, Евгений Сапожков сорок шестой, Андрей Коваленко капитан команды пятьдесят первый, под своим традиционным номером выступает наш олимпийский чемпион Владислав Чиерный семьдесят четвертый, Александр Полушин восемьдесят первый и Евгений Медведев восемь второй номер. Помощники Владимира Плющева, Александр Асташов, Виктор Богатырев и Николай Толстиков. И состав, который выставил на эту встречу Вячеслав Быков. Давайте посмотрим, чем закончится эта атака. Она закончилась только входом в зону. Дальше Никитенко не смог найти продолжение. Итак, в воротах у армейцев. Петер Искудра, Александр Фомичев в запасе, Александр Титов четвертый, Андрей Мухачев пятый, Мартин Штрабак седьмой, Сергей Мазякин капитан команды десятый, Егор Башкатов одиннадцатый, Александр Никулин двенадцатый, Георгий Мишарин пятнадцатый, Максим Якуценя двадцать второй, Андрей Васильев двадцать третий, Сергей Кривокрасов двадцать пятый, Двадцать седьмой Денис Паршин, Александр Ждан двадцать восьмой, Алексей Кудашев тридцать второй, Андрей Петрунин тридцать пятый, Тридцать шестой от Дмитрия Упер, Вадим Хамицкий тридцать восьмой, Михаил Баландин тридцать девятый, Антон Белов семьдесят седьмой, Дэвид Немировский восемьдесят первый, Андрей Никитенко восемьдесят третий номер и помощники Вячеслава Быкова, Игорь Захаркин, Владимир Семенов и Владимир Мышкин. Арбитров я вам уже представил, на всякий случай еще раз Вячеслав Буланов, Сергей Шелянин и Константин Оленин. Вбрасывание в зоне Петриса Скудры. Первый фестовок с начала игры, и команда все-таки вот мы ждали, что более открытые начнут игру, но пока очень собрано, очень внимательно, без малейшего риска провели они первые две минуты. Максим Якуценя между тем в зоне, его проход там пытался остановить Александр Полушин, армейцы по-прежнему с шайбой, Хамицкий по борту запустил ее на Якуценю, с острого угла довольно-таки атаковал Якуценя, Башкатов. Вылез все-таки из-за ворот в опасную зону и передавал, делал пас на Никулина, хорошо бросал Никулин, который в последних играх очень неплохо выглядел. С возвращением строя Егора Башкатова звено заиграло так, как они играли в начале чемпионата, когда они составляли абсолютную конкуренцию первую звену, звену Мазякина. Ну, вообще, если говорить о том, как команды провели последние матчи, то необходимо, конечно, вспомнить такую волевую победу Северстали над Салаватом Юлаевым со счетом 3-2 в овертайме. Потом, правда, подопечные Плющева уступили подмосковному «Химику» со счетом 3-1. И очень трудовая, очень красивая победа над нашим чемпионом, над московскими «Динамовцами» со счетом 4-2. Так что вот перед этим на перерыв, скажем так, хоккеисты Северстали ушли в очень неплохом настроении. Свисток Вячеслава Буланова поднята вверх рука. Две минуты, Антон Белов. Да, Антон Белов за опасную игру высоко поднятой клюшкой. А вот то, что касается московских армейцев, то, наверное, мы можем говорить о том, что вот ничья с Сибирью со счетом 2-2 между двумя победными результатами, она должна расцениваться, ну, я не знаю, как осечка. Я бы не сказал. Вы смотрели эту игру, Сергей? Да, безусловно, ЦСКА, во-первых, играл очень здорово, и по игре они никак не заслужили поражения, но и надо отдать должное, что Сибирь выглядит вот в концовку того года, и сейчас мы не знаем, как насчет Новый год, но 6 игр подряд без поражений, и просто очень организованная игра, и плюс Вьюхин играет сейчас, наверное, лучше всех у нас в лиге. Он очередную игру не дал ЦСКА обыграть. Вообще Сибирь в этом сезоне только 2 очка дала ЦСКА, 2 очка из 9 ЦСКА Сибирь. Радован Сомик бросал поворотом. Словацкий легионер Череповецкой Северстали. Радован Сомик, между прочим, чемпион мира в составе сборной Словакии. Да, он очень добавил мощи в игре переповедской команды, но у него была травма лица, и вот мы все, мы видим, он в такой специальной маске. Трубачев ведет борьбу с Мазякиным. Титов пришел на помощь. И Баландин. Нет, не смог, шайба застряла там в ногах игроков. Еще плюс ко всему и арбитр там оказался, Буланов. Но вот сейчас Сергей Мазякин выбросил шайбу под аплодисменты. Так вот, я напомню вам, что московские армейцы очень удачно перед матчем Сибири сыграли с нефтехимиком, одержав победу со счетом 3-1. Ну и традиционный дерби-матч армейских команд Санкт-Петербурга и Москвы закончился выездной победой ЦСКА со счетом 4-2. Как по счету, так и по игре. Ну а вот то, что касается игр, которые будут проходить сегодня, 3 января. Начинается тур вот этим матчем, но кроме всего прочего, Металлург Магнитогорский, новоявленный обладатель Кубка Шпенглера, с чем еще раз поздравляем магнитогорцев. Принимает дома «Витязь», «Локомотив» Ярославский играет с хоккейным клубом МВД, «Акбарс» и «Нефтехимик». Встречаются две команды из Татарстана, «Авангард». А мячи принимают тоже своих, скажем так, географических соседей, хоккеистов из Сибири. «Лада» играет с санкт-петербургскими армейцами, «Динамо» Салават Юлаев, «Химик» Московская область, «Московский Спартак» и «Молот», «Прикамье», «Металлург», «Новокузнецк». Вот такой сегодня расклад по играм. Пока у нас нет никаких результатов. Армейцы, между тем, уже в полном составе. Но вы понимаете, что эта встреча началась первой в туре, поэтому и ничего не можем мы вам пока сообщить о том, какие результаты в матчах 39-го тура. Вообще очень интересная получается картина. У нас 39-й тур, а команды провели по 35-36 игр. Ну вот и армейцы, и «Северсталь» провели по 36 игр. Еще раз вам напомню, армейцы находятся на пятой позиции чемпионате. В чемпионате у них 60 очков набранных. И у «Северстали» на 13 очков меньше. И армейцы, и «Северсталь» вот благодаря вот этим последним победам улучшили свои позиции в турнирной таблице. Армейцы поднялись на одну строчку. И тоже на одну строчку с 12-й на 11-ю перешагнула «Северсталь». «Северсталь». «Васильев». Передача на «Упера» не прошла. Вновь «Васильев». «Упер». Это как бы четвертое звено ЦСКА, но на самом деле играют очень опытные мастеровитые хоккеисты Василий, «Упер» и «Петронин». И сейчас от этого звена, тем более они попадают обычно на четвертое звено соперников. Вот я последние игры смотрел ЦСКА, и почти весь отрезок, который играет это звено, они играют в звене соперника. Я, к сожалению, не видел еще, как себя чувствует в своем родном клубе Андрей Петрунин. Ваши впечатления? Ну, не совсем еще Андрей адаптировался, потому что там сложный момент периода заявок, чтобы не было ясно, останется он в команде или нет. Потом было принято решение, что он будет играть в ЦСКА. И вот сейчас он, в принципе, выходит на тот уровень, который ждали от него вводить армейская команда. Ну, я не сомневаюсь, что с каждой игрой он будет прибавлять, потому что, ну, штир, который играет команда «Быковых», всегда это очень играющее, то, что надо Петрунину. Булатов хорошо отдал защитнику под бросок. Вновь Булатов. Хорошо там Денис Паршин действовал. В результате заставил ошибиться. Мазякин. Вообще, если мы говорим, что праздники новогодние проходили, то на самом деле, вот у ЦСКА всего был один выходной, это первое число. Они тренировались и 30-й, и 31-й, и 2-го уже в 1-й, и 2-й, и 2-й, и 3-й было. Так что там о каком-то долговременном отдыхе и речи не могут быть. Кудашов не точную передачу сделал. Сомик с острого угла, очень сильный бросок Малова, но надежно закрыл ближний угол Петри Скудра. Трубачев и потеря. Нет, вернул Трубачев Должок. Стоит, видимо, противоборт двух очень мощных игроков Коваленко и Баландина. Вот уже они вышли там в третий раз, и в третий раз такое очень жесткое столкновение между ними идет. Физическоп очень сильный, ребята. Никитенко подхватил передачу Баландина, вошел в зону. Немировский цепляет его Григоренко, уходит от падения Немировский. Передачу делал хорошую на Кривокрасова. Скудра вышел из ворот. Сергей Ореков там был в очень такой опасной позиции за воротами и ждал, когда же Григоренко откликнется или попытается открыться. Ну что-то мы видим момент, но это просто классический, классический сыграл Скудра, даже успел посмотреть на табло, что там творится, но просто... А вот сейчас, видишь, немножко Рекайев не был готов, потому что вот так резко бросил. Скудра сидел, но он был, конечно, первым перекладином. По первым минутам активность Сверсталь выглядит. И момент у них есть, и больше времени в зоне соперника проводят, пока вот в составе такого позитивного почти ничего не получилось. И Куценя оставил шайбу партнеру. Это Мишарин. Мишарин как заправский форвард пошел вперед. Вот его активность могла привести к тому, что... Башкатов там неплохую позицию имел. Вновь Мишарин, Камитский, Никуценя. Вбрасывает шайбу в зону. Устремляются к ней Башкатов и Никулин. Но еще плюс ко всему пара защитников. И удаление сейчас будет в составе Северстали. Скудра уходит со льда. На Белова была передача, но здорово сыграл 17-й номер Алексей Булатов. Натили Турковский удаляется на 2 минуты за задержку игроков. Вот, смотрите, момент против Никулина. Один зацеп, второй. Да, у Василия уже приличное время, что Страхнова набрал. 93 минут за задержку, но это такой серьезный результат. Расположились армейцы сразу в зоне. Паршин, Китов. И Александр ошибся. Это Трубачев. Здесь ошибки при игре рядом с таким мастером, как Трубачев быть не может. Да плюс ко всему еще и Андрей Коваленко. Чуть-чуть Андрей не успел убежать один в один. Передача плохая была, но Баландин здорово сумел помешать. И все равно Коваленко боролся и клюшку сломал у Мазякина. На что-то сильно возмущался. Поменяли свою четверку хоккеисты Северстали. Баландин, Кудашов. Паршин не смог вместе с собой ввести в зону и шайбу. И меняют армейцы состав уже. Васильев. Петрунин рвется к шайбе. Его там пытается Евгений Сапожков блокировать. И вполне удачно с этим справляется. Ждан. Васильев. Упер. Но нужно армейцам растаскивать оборону. А они в результате теряют шайбу. Родован Сомик. Три раза ходили очень неплохо в зону. И потом следовала небрежная передача. И все. Спокойно так же череповчане находили в зону. 10 секунд остается до выхода Василия Турковского, бывшего капитана ЦСКА. Все уже в полном составе череповчане и Кривокрасов. А вот этот хоккеист в прошлом году еще играл за Северсталь. Вообще вот эти вот взаимные переходы, мы неоднократно об этом говорили. Полушин в составе Северсталь. Но Троханов сегодня не играет. Павел Неполосов, он становился поезд рамы. Хотя вот уже много об этом говорят. И как бы, ну, могут негатив, позитив. Но на самом деле очень много зависит от тренера, с кем ты работаешь. Если по стилю твоя игра не устраивает тренера, то у тебя вообще шансов почти нет играть. Если, допустим, совсем же разный подход образа у Крикунова, Воробьева или у Быкова к хоккеистам. Поэтому сложно очень вот кого-то обвинять в этих переходах. Мало найти свою команду, надо найти своего тренера. Вот это я именно это имел в виду, именно тренера. Да, как говорил Павел Дацук, переходя в московское «Динамо», я не столько в клуб перехожу, сколько к Крикунову. Да, и между тем, были высокие шансы, что он перейдет в авангард. Да. Немировский. Нужна поддержка Дэвиду. Оставил шайбу Якуцене. И здесь перехват. Никулин проскочил мимо шайбы. Не пошел Пескунов дальше. Посчитал во благо оставить шайбу в чужой зоне. Отправить ее туда, и чтобы команда провела смену. Никулин. Якуцене. Наверное, Александр Никулин самая прогрессившая кикса ИСКА вот по этому сезону. Индивидуально очень сильно выглядит и в командной игре, и не случайно такого молодого игрока. Он обычно его постоянно в миссисе ставит, и во всех ситуациях. Полностью доверие имеет тренерского штаба. Ну вот в последних трех играх он набрал четыре очка. Шайба, заброшенная первая ворота СКА и плюс три голевые передачи как раз являются подтверждением ваших слов. Владимир Анатольевич Плющев на ваших экранах был. Штабом руководят тренерским Северстали Владимир Плющев, воспитник хоккейной школы ССКА. Николай Толстаков долгие годы играл в составе армейцев. И Александр Асташов также, когда служил в вооруженных силах России, Советского Союза, был ЦИСКА. Кудашов выиграл в вбрасывании у Сомика, а его партнеры не справились с контролем шайбы Паршин. Передача Баландина на Мазякина. Да, это был пас Баландина. Не прошла эта передача. Все-таки более позиционная игре, чем лично я ожидал, что не проходит тот первый период. Достаточно все-таки закрытый хоккей демонстрирует особенно ЦИСКА. Да, нельзя было брать сейчас шайбу. Это был Юрий Трубачев. И вбрасывание в средней зоне. Пескунов на ваших экранах. 33 номер. Белый, смотри, справа осторожно. Упер выиграл вбрасывание. Григоренко не увидел Васильева, который подкрался справа. Правда, выжить из этого момента армейцы ничего не смогли. Антон Белов. Белый, смотри, справа осторожно. Вновь свисток арбитра. Игорь Григоренко на ваших экранах. Талантливейший, несомненно, талантливейший хоккеист. Конечно, вот эта трагедия в его жизни, связанная с автокатастрофой. Не знаю, не хочу говорить, что сломала ему карьеру, но, конечно, затормозило развитие этого хоккеиста. Расцвет его таланта затормозило, несомненно. Ну, он еще молодой парень. Сколько 22 года. И уже в этом сезоне он постепенно выходит на тот уровень, который мы видели. Конечно, пока он далек от того Игоря Григоренко, которым мы восхищались. Ну, думаю, он все равно будет прогрессировать и в перспективе все равно будет один из лучших игроков в стране. Хотелось бы верить в это, несомненно. Чем больше талантливых мастеров, тем это все на благо нашему хоккею. Сергей Мазякин на ваших экранах, капитан московских армейцев. Один из лучших бомбардиров нашего чемпионата. На третьей позиции он находится с 37 очками. Башкатов. А в средней зоне никого, кроме Череповчан. Это Сергей Пескунов. Шайбу там забрал. Нет, прошу прощения, это был Александр Плющев. 23-й, не 33-й. Тоже Александр была тяжелой травмой. Он пропустил очень много игр. И из-за этого у него как бы шансы попасть на чемпионат мира. Среди молодежных команд были очень маленькие. Но вот, к счастью, уже восстановил здоровье. Сейчас в составе опять команды. Никулин. Никуценя. Вернул шайбу Никулину. Кого удаляет Буланов? Такой очень сложный момент, но мы видим, что игрок команды из Северсталя проигрывает. Да, за толчок. Макаров, 37-й номер. Денис Макаров, защитник. Вот, посмотрите, видели, да? Нет, там Малов. Это Малов, 27-й. Не стали армейцы менять состав. А вот здесь, вот за это движение? Да, тогда, да, вот на пяточке боролся он и нападающий армейцы прижал. Кальдом. Вот так и формулирует за атаку игрока, не владеющийся. Скудра Мишарину. Смотрит Георгий, где партнеры. Решил пойти вперед самостоятельно. Один такой проход ему удался. Очень неплохой. Ну, а сейчас примитивный ввод шайбы в зону. Закончился ничем сменой составов. Недоволен Быков был тем, что его пятерка не смогла закрепиться в зоне. И вышли Кудашов, Упер и Мазякин. Вот такое немножечко забытое уже сочетание. Упер. Выше ворот бросок Хамитского. Кудашов. Китов. Вновь Хамитский. Кудашов. Комбинация великолепная была. Но и здорово действовал Ильдар Мухамедов. И повезло ему, честно говоря. Он уже находился в таком положении, откуда очень сложно было ему помешать броску. Но все равно боролся до конца. Да, вот это первый по-настоящему острый момент. И отличная передача Кудашова. Немножко, немножко не точно было. Все равно шайба пошла. Да, и подбрасывал Упер. Да, и стороной чуть выше, и шайба оказалась в поворотах. Китов. Китов забросил последней встречи для шайбов. Сейчас вот опять то, на что рассчитывали армейские тренеры, когда его приглашали в ЦСКА, что он будет ведущим атакующим защитником. Так и оказалось. Ровно полминуты до конца страфного времени игрока через повестку команды. И теперь вышла на реализацию звено Никитенко. Никитенко, Кривокрасов и Немировский. Штарбак и Мухачев. У ЦСКА Сомик Трубачев. И Владислав Чиерны вместе с Евгением Медведевым защищаются. Бол! Сергей Кривокрасов! Сейчас мы увидим с вами повтор. Практически, ну и ничего этот момент возник, потому что мы очень невнимательно сыграем сейчас защитник Череповецкой команды. И вратарь все видел. И вот только хотел отметить, что Череповецкие хоккеисты играют очень самотвергно ложатся под шайбы. Но вот мы сейчас видим по этому моменту, что не всегда это оправдано. Молнией выскочил Кривокрасов из укрытия. Ну вот тут как раз его навык, в общем-то, игры в этой на Микогенлиге сказался. Он отдал шайбу и поехал на пятачок. Он не стал ждать, тогда будет ли возврат ему от защитника. И вот это награда за это. А сейчас чуть было Сергей Арикаев не отправил шайбу в угол ворот. Ну вот так на 19-й минуте первого периода шайба оказалась в воротах. Хотя, откровенно говоря, особой угрозой, но ничего не предвещало, если только не учитывать, что армейцы играли в большинстве. Эти две минуты они очень неплохо провели. Да, я согласен. Но в целом, вот по тому, как протекал этот период, нельзя было сказать, что какая-то команда владела мощным преимуществом. И это преимущество реализовалось в заброшенную шайбу. Использовали армейцы шанс, который им был предоставлен соперниками в первую очередь. Ну и теперь будет такой же шанс в ул. Северстале. Да. В ул. ЦСКА. Георгий Мишарин удаляется за задержку соперника Крюшки. Соперник Мишарин по масштабу на разобъеме Мишарин. Номер 15-й, Дома-Батинска. 35 секунд до конца периода остается. Кудашов. Мазякин не попадает в ворота. Очень острой контратакой получился армейцам. Трубачев вошел в зону. Сомик. Баландин. И Мазякин выбрасывает выбрасывает шайбу как раз вместе с Сиреной. Ну что, дорогие друзья, 1-0 впереди армейцы. Сергей Кривокрасов на ваших экранах был автор единственной шайбы. Спасибо большое, Григорий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Разрешите поздравить вас с наступившим Новым Годом, с приближающимся праздником Рождества. Пожелать вам здоровья. И смотрите хоккей на телеканале «Спорт». А рядом со мной капитан ЦСКА Сергей Мазякин. Сергей, так же вас. С Новым Годом. И по традиции хочется спросить вас, попросить вас, чтобы вы дали комментарии первых 20 минут игры. Ну, немножко как бы наша команда так не любит играть в час, потому что нет раскатки. Поздно просыпаемся. И вот сейчас как бы были моменты, когда мы могли забить. Ну, хорошо в концовке забили и удержали счет. Я думаю, это нам сейчас придаст силы немножко где-то проснемся. Второй период, я думаю, другой будет. Сергей, вот люди по-разному празднуют Новый Год. А у хоккеистов этот праздник, он тоже особенный. Третье число на календаре, а вы уже играете. Расскажите, вот в чем особенности празднования Нового Года у хоккеистов? Ну, в принципе, особо не было времени попраздновать. Как бы второго числа тренировка была с утра. То есть Новый Год прошел так, в кругу семьи, дома, где-то там с другом посидели и все. А в основном, так только для детей попускали петарды на улице и все. А так в основном дома были и легли спать. Был как бы 31-го числа у нас, в основном Новый Год, нас поздравляли в клубе. В основном так прошел в клубе Новый Год. Так, все. Сергей, а если возвращаться к игре, вот Северсталь предложила хороший темп в первом периоде, у них был прессинг, а команда ЦСКА была к этому готова? Ну, показал период, как бы мы не были готовы, как-то, может быть, не особо подготовились к этому началу, в таком, не ждали от них такой прыти. Я думаю, сейчас, Вестофоркаевич нам все скажет. Вячеслав Буланов, главный арбитр сегодняшней встречи. Вот он в центре внимания. Провел вбрасывание. Ну, а то, что касается Андрея Коваленко, две шайбы в двух последних матчах. И плюс еще три передачи. Ну, судите сами, насколько продуктивно действует капитан. Вот он сейчас с шайбой. Довольно легко устали хоккеисты, северстали в зоне соперника. И вот сейчас ищет момент, как развить, в общем-то, такой-то, ну, минимальный сектор у него именно во всей зоне спокойно. Напомню вам, что армейцы в меньшинстве. Еще 51 секунда осталась. Мне тоже кажется, что, играя против ЦСКА, нужно больше защитников использовать. Достаточно плотно к своим воротам действуют все четыре игрока армейской защиты. И вот тут сложно все разыграть просто с одними нападающими. Кудашова попросили уехать с точки вбрасывания, но толку от этого чуть, потому что Мазякин шайбу выиграл. Правда, дальше ею завладели хоккеисты Северстали, Коваленко. Медведеву передача оказалась неточна. Черны. Медведев. Все равно, мне кажется, что должны более подвижны быть игроки обороны, играя на синей линии в большинстве ситуации. Медведев просто стоял и ждал, точно-точно флюшку дадут. Шайба идет 30 метров. За это время-то обязан ногами подработать и принять нормально шайбу, чтобы тебе было удобно или бросить, или делать передачу. Коваленко. В расчете на Трубачева, на подставление клюшки эта передача была. А вот Чиерный уже отреагировал на выход армейца, выехал из зоны, чтобы, не дай бог, какую-нибудь ошибку не совершить на рубеже синей линии. И, наверное, по логике момента он делал все правильно. Какой бал! Ну, это просто фантастика, Дэвид Немировский! Я давно такого... Да, ну, посмотрите, как эвенционно сложно сыграл он, и успел и бросить, и слегка попасть по шеве. Ну, безусловно, ну, нет, даже Буланов не стал просматривать. Предъявили хоккеисты, Северстали к нему претензии, как бы высоко бы эта клюшка была, и как бы незащитный, но Буланов стоял рядом, все видел. Ну, вот еще раз смотрим. И дальше... Клоунада какая-то! Отличный! И вот и шайбин, но Никоденко заброшил. Шайбу за русио перебит! Номер восемьдесят первые! Последнюю шайбу Дэвид забрасывал в ворота как раз Сибири. Эта шайба была интересна тем, чтобы ассистенты там Петры Скудро был записан. Настолько быстро началась армейская атака. Кто помнит? Полушин. Встречают его Хамитский и Мишарин. Но продолжают, продолжают активно действовать в чужой зоне хоккеисты Северстали. Кривокрасов удаляется. А мы с вами видим момент, когда... Ну, потрясающе! Просто как теннисист сыграл Дэвид Немировский. Надо же было почувствовать отскок. Ну, сейчас проходит чемпионат мира в средине молодежной команды. Вот там очень большие как бы споры по поводу судейства возникли, потому что как бы канадцы, американцы играют как бы под судейство, как они готовились по национальной хоккейной лиге. А европейские суди приехали как в Европе судят. И вот очень большая полемика идет сейчас, как дальше судить. И вот мы видим сегодня как Вячеслав Буланов судит, что все-таки вот эти все зацепы постараются пресекать. И поэтому сейчас Кривокрасов как ему казалось ничего особенного не сделал по нашему по нашим правилам. Но Буланов предстоит, что задержка была. Сомик с шайбой. Коваленко, Трубачев. Хороший бросок Медведева. И шайба. Коснувшись заградительной сетки вот он Андрей Коваленко на ваших экранах. И вот Петер Искудер подъехал сейчас к Андрею Васильеву и поблагодарил своего партнера за то, что принял бросок на себя. Бросок был сходу и Скудер не успевал выкатываться. Ему было бы сложно эту шайбу парировать. То, что Васильев принял бросок на себя ему очень помогло. Мазякин не будет спешить. Сергей правильно делает убивая тем самым время поудобнее себе бросил шайбу на ход. но там Шинин был первым. Соин Рекаев помогает движением а Соин шайбу держит. Шинин вовремя Скудера и вновь Сергей Мазякин спешит к шайбе. Чуть было не заставил ошибиться Ильдара Мухаметова. Вы посмотрите как действует капитан ЦСКА но вот сейчас был зацеп Александр Шинин сейчас блокировал клюшку а не самого Сергея Мазякина. Капитан ЦСКА играет в полном составе. Нет Шепеленко не успевал на эту шайбу зато Турковский ей овладел и хорошо играет Скудера. Вот сейчас был очень опасный и выход Турковского на ударную позицию бросок был неплохой. Василий легко убрал нападающего и бросал и свой бросок не получил слишком мощный но тут важно что хоккеисты ЦСКА в отличие от игроков Северстале очень внимательно на подборе действуют и вот эти шайбы которые практически при удобном случае можно было бы добить все подборы заши кисти Кривокрасов передача хорошая получилась на на Немировский да Штрабак Якуценя обыгрывает соперника но здесь далековато он шайбу отпустил при этом обыгрыше Пескунов перемудрил сейчас Пескунов была у него возможность и передачу сделать и бросить сходу по воротам он практически близко к синей линии был и его поджимала синяя линия ему мало простора было излишне хотел улучшить ситуацию Малов Много ошибок Шефер налево Курковский потерял шайбу поднята вверх рука Буланова теперь последний удаление в составе Северсталин да только успеет ли Скудра уехать за льда а комбинация получилась на заглядение да разочарован Вадим Хабницкий первоклассный момент двух метров бросал и вот видим его показывает очень расстроенный момент отлично очень сильный отряды появились от хоккеиста цельска и был прав Сергей Мазягин когда говорил что Александр Аркадьевич Быков видимо внесет коррективы в действие команды и вот они наскуд намного агрессивнее стали намного больше давления играть и намного больше приемов применять на льду четверо хоккеистов север встали пока нет вон Андрей Коваленко подъехал к Плющеву Булатов ага Ильдар Мухаметов а Булатов вместо него отбывает вот вот за это нарушение понятно внимателен был Буланов Петрунин Мазякин Ждан Мазякин прекрасная возможность сейчас была у Алексея Кудашова там и он и Петрунин добивали шайбу не удалось как раз мы говорили о том что подборы часто в атаке именно с руки с МЦСК Петрунин хороший проход и удаление молодец Андрей Петрунин протащил шайбу сейчас и не попадает Кудашов в ворота ворота были сдвинуты да сейчас даже такой момент но уже шайбе не было значительно за задержку Евгений Медведев по-моему вот да совершенно верно а это момент но уже сдвинуты ворота вы видели солидное преимущество у армейцев Никитенко шайбу остановил Ждан хорошо прицелился хорошо выстрелил и попал неплохо нового вратаря не совсем понятно почему именно Андрей Никитенко выпустил Быков он не самый сильный на розыгрыше и я думаю что тут скорее надо ставить такого киста как привокрасывали Немировского которым будут мощно бороться на пятачке Кудашов Мазякин не нашел дырочку Ждан Мазякин гол и все-таки гол и все-таки Никитенко два момента ему создал Мазякин и все-таки он попал в ворот значит угадал Быков значит я ошибся 3-0 Андрей Никитенко 83-й номер и 3-0 еще минуту 18 у ЦСКА играть 5-4 Да замена вратаря Марк Ламот Марк Ламот встал в ворота Я не знаю насколько оправдана эта замена Тут разные может психологические моменты наверное но хотя не одна из шаг на совесть на совесть Мухаммеду ее относить Немировский чуть было ворота не оседлал Штурбак его слегка подтолкнули ему некуда проследоваться Немировский Немировский не дали бросить Петрунину недолго Северсталь играла в полном составе Марк Ламот очень удачно вступил в игру вы видели три броска подряд и вот сейчас очень хороший был бросок а вот удаление Владислава Чиерны мне кажется сейчас ему добавят еще задисциплинарное да видимо недоволен был решением была но высказался по этому да калитка открыта он же наказан 10 минут дисциплинарный штраф ждем кто же из хоккеиста в Северстале займет место рядом с Чиерны похоже что Александр Плющ да Сойин к Титову в результате приходит Шайба из-за синей линии бросал Александр Титов высоковато была задана траектория Трубачев и Никитенко на точке выбрасывания Никитенко не понравилось как себя повел в момент первой попытки лайнсмену и заменил он его на Кривокрасова и весьма кстати потому что там Сергей вступил в какую-то словесную перепалку не только словесную с Турковским тут Шефер атаковал шайбу отобрал вот интересная вещь Шеферу всего 24 года он уже ветеран Северстали один из тех ну он да Турковский кто играет 5 лет в команде Юрий Трубачев да ну Трубачев еще пока не как-то получается ход в зону это вот замыслы неплохие но исполнение неважно Никулин Никулин Башкатов Якуценя Мишарин и Хамитский у ЦСКА вышли на реализацию Шефер Медведев Рекаев Аймалов это был 27 номер еще один игрок Северстали ЦСКА уже в полном составе Якуценя кистевой бросок большая дистанция была и сложно было забрось тем более Ламот очень габаритный вратаре почти перекрывает сейчас позиция очень хорошая видно супердочь у нас было бросок и сильный чтобы забросить но сильным наверное он уже и не получился потому что плюс ко всему еще и толчок был такой в спину по движению не может никак шайба отлепиться от борта вот только сейчас Трубачев атаковал его Петрунин сейчас повтор покажут и посмотрим насколько там цеплял Петрунин я не сказал что здесь была задержка руками скажем очень грамотно Трубачев действует да Буланова достаточно далеко было и всех от нюанса борьбы конечно не видно ему было тоже искусство очень большое искусство есть игроки с которыми в одной команде играл тот же Николай Дроздецкий и особенно Сергей Макаров которые все ошибки полностью использовали за обороняющихся если его цепляет он всем видом покажет что цепляет точно а Петрунин если мне память не изменяет тоже ведь два сезона провел в Северстале а нет один сезон один сезон и начало очень здорово играл в первом звене но потом как раз прошлый год уже радикально менять состав стали новый курс руководство Северстале выбрало и Андрей перебрался на столет Коваленко Сомик вот какой бросок Шинин проверил на прочность армейского голкипера Чуть повыше проснулся сложно было у Скудры ловить пока в этом сезоне у Петриса Скудры всего лишь три матча проведенные на ноль и удаление сейчас будет у армейцев Штрабак против Григоренко опять об искусстве о том как надо показать как тебе больно ну минимально задели по лицу и не надо сразу бросать клюшку и все от неожиданности наверное ну вот армейцы остаются втроем против пятерых Сойна Рекаев Григоренко Турковский и Медведев у армейцев Никитенко Хамитский и Мишарин молодец Никитенко еще лучше действовал в этой ситуации Вадик Хамитский не стал в дальний борт запускать шайбу а увидел что открыть Никитенко это приграет это 3 на 5 и сделано передачу Григоренко вошел в зону Медведев Турковский нашел пасом партнера и вновь бесхитростно мне кажется действовал Медведев сейчас у него очень хороший бросок но как и некоторые ну типа Куляш играет в такой же манере он использует максимальное количество делай бросков но иногда вот видим что Григоренко один абсолютно открыт и можно было передачу сделать хотя перед этим Григоренко по отличной передаче ему давали и надо было бросать шпорт а не возвращать защитников после 10 секунд еще втроем играет армейцы проброс 5 на 3 череповчанам не удастся забросить шпорт все четверо уже армейцев сомик хорошее был вход в зону а вот дальше уже армейцы встретили уверенно Петрунин хорошая передача гол вот так вот Марк Ломок потерял шаг и что Андрей Петрунин вот по этому моменту если будет повтор более длинный то можно показать все козыри Петрунина он выиграл борьбу у защитника просто потом сделал все чтобы показать что он бросает отдал уже отдает по синий глядя Титову играет на добивание вот это козыри нет Андрей Петрунин да Петрунин Петрунин совершенно верно и сам пошел на пятачок мы сегодня наверное лучшая игра в этом сезоне Андрея за Цеском но не даром мы с вами в начале встречи говорили да о его адаптации Шепеленков бросил шайбу в зону сам к ней успел первым да 4-0 за 4 минуты за 4 минуты до конца второго периода естественно ЦСКА вот второй период играет в том стиле как мы привыкли агрессивно комбинационно и вот результат 3-0 период шефер вбросил шайбу в зону это в меньшинстве забросили армейцы давайте еще и это учитывать хорошо Скудров вытянулся в струнку шефер защитника подключили поднято вверх рука уже спешит Ломот покинуть лед появился Коваленко шефер Мишарин выбросит шайбу из зоны и придется Марку Ломоту возвращаться в ворота Марк Несак Штребак удален на 2 минуты за 10 соперника 40-ая минута штрафа у Мартина Штребака мы видим вот по шайбе когда забрасывал Петрунин что Ломот думал что он призвал шайбу да она упала и он не увидел ее вновь армейцы выводят шайбу из своей зоны Медведев задумано было неплохо на Коваленко со второй попытки Андрей получил шайбу чуть-то не досталось Игорю Захаркину успел вернуться один из ассистентов Вячеслава Быкова Ну а это Никитенко выигрывает вбрасывание Григоренко Григоренко хороший бас хороший бросок и хорошее действие Скудры как только период много удаления они играли втроем и вот четвером уже пять минут и вот нагрузка Сережа было на полтора полтора минуты остается до конца второго периода армейцы по-прежнему в меньшинстве и атакуют Немировский хорошо там сыграл Александр Шинин Турковский вышел на лед вместо Шинина и Мишарин по-простому и очень эффективно 10 секунд остаются армейцам играть в меньшинстве Шипеленко недалеко прошел внедрился в чужую зону ЦСКА уже в полном составе и как удачно Штрабак здесь оказался в тот момент выхода врезался с воломот очень так вышел с конечных Ликов Мазякин передача Кудашов Мазякин но уже это похоже на некий элемент тяжелства присутствует я уже не знаю стоит ли употреблять подобный термин но бросать наверное надо было все-таки Алексею Кудашову совсем уж до верного что тут было раскатывать шайбу тем более Мазякин на добивании был бы первым все дорогие друзья закончился второй период подопечные Вячеслава Быкова забросили три шайбы в ворота хоккеистов Северстали 4-0 ну и Трубачев с Кудашовым на точке вбрасывания Мазякин Кудашов Паршин защитники Мухачев и Баландин Титов и Баландин прошу прощения 5-0 между тем дорогие друзья сами не верят какие-то ЦСКА что могут так разорвать оборону соперника Сергей Мадякин забросил шайбу сумасшедшей передачи Алексея Кудашова 18 секунд на табло застыли в качестве немого упора защитникам Северстали посмотрите замах убирает и защитника и вратаря этой паузой Алексей Кудашов передач Александра Титова и все Сергей Мазякин лучший бомбардир московских армейцев номер 10 заброшу 13-й шайб будет абсолютно да ну видимо не только благодушное настроение было в ЦСКА но и боевой и уверенной в себе улыбками пытались расслабить соперника наверное да 5-0 это уже очень серьезный результат кривокрасов кривокрасов на немировский в все в надо учитывать что все-таки Вячеслав Аркадьевич старается все-таки определил уже команды ну или как бригад большинства как можно говорить те которые будут больше играть в большинстве кто в меньшинстве и вот уже намного мы смотрим что по сравнению с началом сезона намного лучше ЦСКА выглядит этот компонент в большинстве достаточно много забивает армейцев Башкатов Мишарин Хамитский не стал цепляться за шаеву Якуценя позволил своим партнерам провести смену Петрунин пока по-моему в этом матче звено Башкатов Никулин и Никуценя не забрасывали но они поменьше играли в большинстве и хотя у них момент тоже были может быть именно это звено не играет так агрессивно именно по броскам и тот же Башкатов имеет на такие хорошие позиции ищет чтобы создать идеальные условия для партнера Ждан Китов очень ждативно Александр Китов проводит последние игры две точные передачи в этом матче уже на его счету Васильеву сейчас не дал Макаров опустить клюшку на лед и только таким способом пришлось проверить обстановку лидера Северскалев Вчера на противоположную на противоположную может быть это сделано для того чтобы после матча вручать призы лучшим игрокам встречи это очень вероятно и почти наверняка так и будет да у нас не день рождения у меня первого у меня второго мы все время друг друга поздравляем хоккеисты Северстали держали шайбу это Александр Шинин был но это передача это собственно и передачей это назвать было нельзя очень большие проблемы с составом испытывают череповчане и очень много травм в этом сезоне и так у них там допустим линия обороны не была там идеальная но травму уже с самого начала вывели много игроков из строя и вот в таких играх где уже ну вот сейчас 0-5 и мобилизации все равно хотим мы это или нет уже недостаточно и сразу ощущается все-таки недостаток класса у череповецкой команды и плюс много все-таки шайбы которые забросили армейцы очень много ну удачи сегодня на их стороне да это нельзя не признать а проблем с комплектованием состава да хватает действительно ну вот сегодня опытный Александр Гулявцев отсутствует в составе Павел Траханов вы знаете залечивает травму Владислав Евсеев Трифонов Учеватов Семен Кокуев молодой хоккеист и потом они достаточно серьезные виды изменения привели в составе часть игроков даже опытных которые не пригласили перед началом сезона не совсем удовлетворили Владимира Плющева и были выстрелены на транспорт Максим Максим Ихуцен удаляется на 2 минуты видимся ну я с ним Буланов полностью согласен в этой ситуации все равно игрок обязан постараться сделать максимум для того чтобы избежать не врезаться во вратаря вратарь был вратарьской площади конечно совсем избежать столкновения не удалось бы но по крайней мере не так жестко играть я знаю что из-за атаку вот если бы игрок национальных хоккей на Риге так врелся вратаря то он сурово был бы на этом одним из полицейских Трубачев между тем за чужими воротами Сомик Коваленко под бросок к защитнику и сам Трубачев после этой передачи пошел на добивание вновь Коваленко Черны Коваленко хорошо действует с Худро недаром его так активно разминал вот этими бросками под правую руку Максим Якуценя Петрунин Титов не успел Александр чуть-чуть несколько сантиметров вышло из зоны вот такой кураж чувствуется в игре Титова сегодня и даже вот показывает когда и пятую шайбу забивали его лицо наш главой так макал типа не верил что мы можем так играть и когда Петрунин забивал момент был великолепный а вот посмотрите момент как здорово сыграл плечом Скудро Владимир Анатольевич есть чем подумать есть о чем подумать в такой ситуации 0-5 это многовато ну конечно можно говорить про Новый год что он прошел что он не совсем готовый Новый год для всех был один Рекаев оказался на льду после столкновения с Александром Китовым второй раз в сегодняшнем матче и хоккеисты ЦСКА остаются втроем против пятерых соперников да втроем Хамитский Никитенко и Мишарин у армейцев Сойна Рекаев Григоренко и защитники Шефер и Турковский подставил клюшку Георгий Мишарин она все-таки пришла к Орекаеву Сойна Шефер Турковский блокирует его бросок армеец и Никитенко рвется очень активно боролся до шайбы и заработал удаление как будет удаление Александра Шефера да 18 номер Андрей Шефер Андрей Шефер а Никитенко конечно такую скорость развил вот посмотрите и убегает 100% удаление ну очень не собрано вот 5 на 3 головы Северсталь мы видим сколько они потерь сделали сколько не точек передач небрежных передач Григоренко Григоренко нет Трубачев Штрубак Мухачев Коваленко здорово действует в чужой зоне Гол вот и не уберег свои ворота все-таки Петер из Кудра коварнейший отскок и Андрей Коваленко забивает зацепил клюшкой Трубачев. Штрыбак, да. Ему штрыбаку попало сайба в ногу. Трубачев не зацепил ее клюшкой. Ну и поэтому насчет Андрея Коваленко она записана. Вот сейчас, когда Коваленко был в зоне соперников, его никто не атаковал. Он, казалось бы, вот так вот медленно, спокойно шайбу держит. Один вираж, второй. А перед ним пространство. Защитники то ли из-за уважения к нашему ветерану так действуют. У Андрея ни в коем случае себя не относится к ветеранам. И я только, когда он отобрал шайбу у защитника ЦСКА подумал, что это единственный хоккеист Северсталя, который полностью выдерживает силовую борьбу, которую сегодня навязали. Совершенно верно. И после этого он еще забросил шайбу. Ну награда ему хоть моральная, по крайней мере. Ну относит он себя или не относит к ветеранам, но тем не менее самый опытный в составе Северстали. 35 лет. Армейцы очередную атаку. Ну что, вот сейчас же была задержка клюшки. Ну не посчитал так. Весел бы, ладно. Борьба была и оценка студии была отличной отношения. Антон Белов потерял шайбу. Арекаев навес в чужую зону. Пискунов. Пискунов. Семьми своих цепей нечего. Ну а хоккейстам у ЦСКА по такой игре набрать саму-то очки, забить сегодня гол. Очень хочется. Да, конечно, почему бы нет. Баландин на Мазякина. Поменяли сейчас защитник с нападающими местами. Полушин неплохо. А вот у Алексея Кудашова не удалось. Он и хотел сделать более острую передачу Пашину, но Денис не открыл туда, куда ожидал Алексею. Сделал передачу Сергею Мазякину, но тоже не ждал, что он не будет отдавать. Бухачев. Штрабак. И довели шайбу до Кривокрасова армейцы. Вновь в своей зоне хозяева площадки. Сейчас уже в средней. И покинут шайбу в пределы льда. Матч между командами «Авангард» и «Сибирь-Новосибирь». После этого берет ничья 0-0. Слышали вы, наверное, объявление судьи информатора. Непростой матч будет для «Авангарда». Конечно, не фавориты как бы сегодня по игре, но настолько сейчас усилилась игра с «Сибирью» в обороне, что сейчас никто не может рассчитывать и много забросить. Кривокрасов отправляет за чужие ворота Никитенко. А это Немировский там оставил шайбу для Никитенко Кривокрасов. Тяжело было сейчас Сергею сделать точную передачу на пятачок. Разворачивался он. Сомик не смог войти в зону с шайбой. Предоставили ему возможность армейцы только без шайбы там побывать, а сами уже вошли в зону соперника. И Максим Якуценя не увидел шайбу. Где же она? А точнее, там и защитник действовал очень хорошо. А вот сейчас Максим Якуценя продемонстрировал, что он тоже неплохо может использовать те ситуации, когда ему мешает движение клюшка соперника. Ну тут даже вот сейчас повтор будет наверняка и можно подумать просто посмотреть, потому что никакой необходимости Шинину вообще не надо было никакого касаться. А вот тут видим, что Якуценя он подправлял шайбу. Чуть-чуть не удалось. Слишком мягко клюшку поставил. Александр только недавно тоже восстановился от травмы. Не мог долго играть. Сейчас один из так хоть и молодой сравнительный защитник, но достаточно. 22 года ему. Как раз мы говорили о том, что только Башкатов не забросил сегодня пока. И сейчас Быков дает им возможность побольше играть в большинстве и чтобы у них было достаточно хорошее настроение по сегодняшней игре. Ну и правильно, наверное. Мишарин. Васильев рвется к шайбе. Никулин. Мишарин. Никулин. Перевод был неплохой на Хамитского, но там точности не хватило в обработке, в остановке. да и передача наверное была не самая удобная. Мишарин. Выполз Васильев из-за ворот все-таки. Тяжело ему было сразу два хоккеиста на нем висело. но это конек Андрея он в углу у него очень я не знаю мало кто в стране может так контролировать шайбу в углах. У него как бы хотелось бы от него больше бросков и именно в завершающей стаде атаку сильные вот посмотрите как вот ЦСКА контролирует шайбу сегодняшней встречи. Ну это на фоне такого не слишком хорошего первого периода армейцы. Ламот забирает шайбу со второй попытки. Вот посмотрите. в полном составе хоккеисты Северстали Петрунин все-таки сделал передачу Андрей на пятачок и довольно опасную надо сказать. Петрунин Белов Немировский варьирует составом Вячеслав Быков мы видим в разных сочетаниях этих хоккеистов. Там получилось что Егор Баскатов раньше ушел на замену и с него вышел Васильев и как бы перебивка такая получалась что пришлось и здесь менять. Да Василь показывает что на поле шесть хоккеистов в Северстале. Да так оно и есть. жоркий сокол команды Северсталь называется Малыш Каман. Как этого тренера не заведев выходит на поле и когда человек который он должен менять там же и не пытался меняться. домашний матч команды ЦСКА приедет нашим двадцатым десятого и дворяням. Соберяем нашей команды будет команда Спорт Москва. Начало ваше 10 числа здесь будет жарко. На хоккейном поле или на трибунах? Я думаю что в первую очередь на площадке. Да, там Спартак по-моему пропускает следующий тур потому что он должен играть с московским Динамо. Да, Динамо вы знаете и этот матч этого тура у них перенесен. Я вам назвал эту встречу но эта встреча тура не значит что сегодня динамовцы ее играют. Они уже в Санкт-Петербурге находятся. Да, и Телеканал Спорт будет транслировать все матчи Кубка Европейского чемпиона с 5 по 8 января. Да, что хотят то и делают сейчас армейцы. Не вышла шайба из зоны и удаление. за задержку. Троем остаются какие Северстали. Игорь Григоренко Игорь Григоренко 34 и команда Северстал Ну, один раз вот это роскошное преимущество численное 5 против трех хоккеисты ЦСКА реализовали Немировский Ждан Штрбак Кривокрасов в своей точке стоял Ламот на месте Северстали обороняются Турковский Шейфер Раисовин А вот ЦСКА играют Немировский Кривокрасов Никитенко Штрбак и Ждан Иждан да Смена Медведев Чиерны появились и Трубачев Ну вот хоккеисты авангарда забросили Шайбу во втором периоде в матче против Новосибирской Сибири Ай-яй-яй Александр Ждан сам не ожидал что Шайбу упустит Да, он уже смотрел кому он делает передачу Молодец Трубачев Штрбак Ждет Никулин Предупреждал вот этим постукиванием клюшки облет голкипер ЦСКА что выйдет сейчас четвертый полевой игрок Там получилось что бросок Штрбака попал в маску Шайба попала в маску Ламоту судья дал свисток и кривокрас автоматически бросал поворотом бросок не получился не получился остановиться ну так небрежно Ламот причем реагировал и все равно обиделся что после свистка бросок произошел поэтому небольшая стычка произошла с кудра оставил шайбу Бухачев Башкатов нет это Мишарин был Башкатов Никулин хорошо зацепил шайбу в воздухе Мишарин Никулин за воротами армейцы Якуценя с острого угла бросал Максим Камитский да нет вряд ли она будет играть в полном составе а сейчас армейцы армейцы удаляют да заблокировали ну вот угадали мы с вами Владимир Лученко двукратный олимпийский чемпион рядом с удаленным московским армейцем совершенно точно Лученко будет вручать призы лучшим игрокам матча Белов не смог выбросить шайбу Турковский ее задержал на добивание хорошо Сапожков подключился Григоренко все Владимир Лудченко вручает призы.